Одну партию сняли выборов, другую восстановили. Центр избирком накануне вечером на своем заседании принял ряд решений по перевыборам в трех городах. Члены комиссии, заслушав информацию рабочей группы по рассмотрению жалоб и заявлений, проголосовали за снятие с повторных выборов в Ожский Горкинеш партии Безден-Хыргызстан. По сведениям правоохранительных органов, политорганизация причастна к подкупу голосов избирателей. Партия заявила, что решение ЦЭК будет обжаловано в суде. Отметим, согласно данным подсчета голосов в Южной столице после перевыборов 11 июля в Горкинеше партия Безден-Хыргызстан претендовала на 15 мандатов. Всего тогда прошли 4 партии. Если высшая судебная инстанция не удовлетворит жалобу отстраненной партии, то места в Ожском Горкинеше будут поделены между тремя партиями. Что касается перевыборов в Токмаке, комиссия решила восстановить партию Эль-Беремдеги, которую ранее с выборов сняла территориальная избирательная комиссия города. Как отметили в ЦИКе, ТИК Токмака указала, что отменена регистрация партии, а эта формулировка неправомерная. Отменить можно регистрацию списка кандидатов или аннулировать голоса избирателей, отданных за политорганизацию, но никак не регистрацию самой партии. За принятие незаконных решений и системность нарушений состав ТИК Токмака расформирован. Напомним, по итогам повторных выборов в Токмакский городской кенеж прошли 5 партий. На вчерашнем заседании Центр избирком также вынес решение относительно результатов голосования в Бишкеке. Комиссия признала повторные выборы в столице состоявшимися. В них, напомним, участвовали 18 партий. 7-процентный порог удалось преодолеть шести политическим объединениям. Третий день подряд новых инфицированных меньше тысячи, а выздоровевших почти вдвое больше, чем новых заболевших. Данные по ковиду за последние сутки говорят о спаде третьей волны пандемии в Кыргызстане. За последние сутки выявлено 969 случаев инфицирования, а вылечились 1616 человек. Минздрав сообщает, что в больницах все больше освобождается мест. На утро сегодняшнего дня ведомство проинформировало о 657 свободных койко-мест. Но, к сожалению, статистика смертности остается все еще очень высокой. За минувшие сутки от коронавируса скончались 14 пациентов. Сейчас, по данным Минздрава, в стационарах находятся 3935 больных с ковидом. Амбулаторно лечатся 13 272 человека. Ковидом болеют не только взрослые, но и дети. Главврач Национального центра охраны материнства и детства Айна Джетебаева сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди детей. По ее словам, за период с марта прошлого года зарегистрировано 2094 детей, заболевших COVID-19 и получивших лечение в стационарах республики. Среди них, как дети груднички до года, малыши до 5 лет, мальчики и девочки до 15 лет и подростки от 16 до 18 лет. Больше всего вирус был подтвержден у детей от 5 до 15 лет. 759 случаев. Среди детей было зарегистрировано 6 летальных исходов. Что касается симптомов у детей и в каких случаях требуется немедленная госпитализация ребенка, Джетебаева рассказала об опасных признаках. Опасные признаки у новорожденных и младенцев раннего возраста – это дети до 2 месяцев. Следующее наличие одного или более из нижеперечисленных признаков – это если ребенок плохо сосет грудь, есть судороги, сонливость или отсутствие сознания, стонущее дыхание, учащенное дыхание, 60 или более дыхание в минуту, выраженное втяжение грудной клетки, если мама наблюдает, есть желтушность ладоней и подошв, и если лихорадка выше 38,5 градусов Цельсия, если наоборот низкая температура тела, например, меньше чем 35,5 градусов Цельсия, отсутствие движений и движения только при стимуляции. Центральный цианоз у детей в возрасте до 2 месяцев все это является показанием госпитализации. Общие признаки опасности у детей от 2 месяцев до 5 лет – это наличие одного или более из нижеперечисленных признаков – это если ребенок не сосет грудь или не может пить, если появляются судороги, также если есть рвота после каждого питья или приема пищи, если ребенок литургичный или без сознания, у детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет – это все является показанием госпитализации. Ситуация с нехваткой поливной воды в Чуйской области остается по-прежнему сложной. Сегодня фермеры Джангджерского Аильного Аймаха Сокулукского района собрались возле Адбашинского канала с требованием дать воду на их поля. По их словам, на четыре села поступает лишь полтора куба воды в секунду, хотя должно было быть не менее восьми кубов. Фермеры жалуются, что водники начали подавать воду по очереди – пять дней в один поселок, затем пять дней в другой. Но обещанного объема воды все равно не поступает. Крестьяне просят правительство ограничить подачу поливной воды в соседний Казахстан хотя бы на две недели, чтобы здесь они успели полить капусту и кукурузу, иначе, говорят, урожая вообще не будет. А то, что смогли вырастить, может подорожать в 10 раз, как морковь в начале лета. Отметим, из-за маловодия и засухи сельхозпроизводители столкнулись в этом году с серьезными проблемами. По словам чиновников Минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25% урожая по всем видам культур. Небывалая жара почти на 7 градусов выше нормы. В Кыргызстане накануне вновь побит рекорд по температуре воздуха. 26 июля этого года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат». Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 41,3 градуса, что на 6,9 градусов выше нормы. При этом самым жарким днем июля было 16 число 2015 года, когда столбик термометра поднялся до отметки свыше 42 градусов. Сегодня в Кыргызстане тоже очень жарко. Минздрав, кстати, на днях опубликовал советы, как перенести аномальную жару с меньшим риском для здоровья. Медики призывают кыргызстанцев избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени или ограничить пребывание на улице, больше пить жидкости, есть больше фруктов и овощей, надевать одежду, которая пропускает воздух и лучше, чтобы она была светлых тонов. Темный цвет обычно впитывает в себя тепло, а светлый отражает. Субтитры создавал DimaTorzok